всем привет дорогие мои с вами конного аня проект фаберлик онлайн в этом видео у нас с вами будут куча куча новиночек чистый тестинг поэтому не все так красиво в прошлом видео я показала гель для умывания ренату секрет ну в принципе все вид новинки а в этом видео я покажу вам вот такую классную штуку которая уже воспользовалась сейчас будем вместе пользоваться это у нас идет расческа выпрямитель с артикулом 910 410 вот такая вот у нее идет тут аннотация аннотация тут прям длиннющая здоровущая важно перед использованием что делать само использование тип волос если густые то 210 230 нормальная 180 200 тонкие менее 180 но у меня тонкие я буду делать на 150 наверное на 160 скорее всего значит мы отделяем прядь волос вблизи корней волос крепко держим прядь волос и расчесываем ее от корней до кончиков располагайте прибор как показано на рисунке 2 положите прибор на термостойкую поверхность для остывания храните прибор безопасном сухом месте очистка обслуживания ну в общем-то у него несколько функций есть еще добавок ко всему я его уже попробовала перед этим так что тут указано керамическое покрытие делать волосы гладкими и послушными до поворот на 360 градусов шнур да действительно так оно и есть авто отключение через 60 минут у меня он не выключился нет мощность 70 ватт материал па-пц алюминий размер 32 на 7 и 6 на 5 и но могу еще добавить что он весьма тяжеленький вроде бы как пластиковая расчесочка очень такая приятненькая пластмасска у него идет и он такой тяжеленький артикул 910 410 оптимальные температурные режимы вот тут плюсик минусик включения регулируется технология термоконтроль поддерживает постоянную температуру шутки ну что ж посмотрим то есть вот этот выпрямитель он обычный понравился нормально фен тоже очень хорошо быстро сушит и давайте это включать включаем грозетку вот появилась надпись of видите надпись of держим и появляется температура вот тут температура 180 и вот он начал нагреваться 30 31 таким вот образом он там нагревается будем ждать видите так вот 52 54 вот пошло пошло поехало вот таким образом он начинает нагреваться сразу скажу честно у меня есть чем сравнить потому что у меня есть такая вот значит до 140 уже она нагрелась 150 уже есть поэтому давайте сейчас волосы недавно помытые вот так вот такие вот сколоченные посмотрим еще слегка кстати влажноватые я нанесла бальзам наш зелененький с термозащиты 11 в одном начало у меня вполне симпатичные а концы уже идут пережженная блондинка аля вот такие вот непонятные кончики которые действительно хочется выпрямить посмотреть ну что на ночь 177-178 нам говорят зацепите прядь крепко держите и поехали держим крепко и едем хорошо выпрямилось мне нравится уже на второй раз они стали гладкие контраст прямо налицо не цепляет у меня были склоченные было расчесать я так понимаю перед этим вроде бы не цепляет вот немножечко есть волос но это не расческой виновата а то что у меня волосы в принципе такие ломки ну чтож поехали удобно очень сильно нагрелись волосы ну вот результат в принципе довольно быстрый мне такой результат нравится довольно таки гладкий до конца прям не нужно ничего как бы все хорошо могут кончики еще хочется по разику волосы сравнение стали до заметили выпрямила и сразу стали длиннее ну вот в принципе мне все нравится можно ли ей сделать какой-либо объем даже заблестели как-то даже на видите вот она разница давайте по-ленивому проведем сделаем посмотрим если на быструю руку то как получится тоже выпрямляет нормально вот ровно сто восемьдесят как вы видите ну тут зеркалить но я думаю главное чтобы вам показать вот это вот более такое гладкое как будто даже волос меньше стал если вот так по правильному как там написано пропускать через то прям очень-очень гладкий получается так ну давайте по советам как можно ближе к корням и поехали поехали слушайте идеально рекомендую эту расческу чуть-чуть немножечко на волос конечно же не собирала но да ты от этого денешься ну она конечно очень горячая и когда хочется чтобы волосы не выпадывали вы вот так вот прикасаетесь можно обжечься поэтому лучше брать что-то такое обо что вы не обожжетесь и вот таким образом у меня что под рукой был ватный диск для него и использовала идеально гладкие волосы потому что наверху у меня не пишется он красивый рассыпчатый вот как-то так очень даже ничего очень и вот лицо если заденете то тоже я очень задела вот так вот нечаянно да вот тоже мало приятно поэтому ей надо прям осторожнее и конечно же вот видите немножечко вот так и надавливаю чтобы волосы оставались там внутри вот нужно я не знаю любую варежку взять любой носовой платочек все больше жечь не буду прическа на сегодня готова как вы видите работает просто на ура просто на ура я ничего не умею сделала и мне нравится все давайте попробуем вот тут да мне кажется что он даже объем делает видя как стоит как встала так вот сейчас прилижем вот она прилиза на и попробуем вывернуть причем ну да прикольно можно еще сделать объем как вы видите вот так вот выгнули на выгнули и получилось неплохо делается он так немножко но тоже как бы хорошо вы можете еще допустим поставить челочку сделать объем если вам это хочется если вам это надо единственное но она если вы она лежит я его положила включенный оставила и я вам скажу честно он не отключился он не отключился поэтому вот тут конечно старайтесь выключить то есть вы выключаете видите не выключается нужно просто из подольше кнопочку подержать и все будет великолепно и остывает он долго с этой стороны тоже как бы я могу терпеть но долго не могу тоже нагревается сильно вот такой вот момент начнем с вами с двойного карандаша для лица до face pencil 2 и 4 грамма тут контуринг и консилер то есть это все уже сверху на тональный крем нужно наносить в одном продукте все для создания идеальных пропорций лица стоит 599 рублей большой минус я не нашла артикула абсолютно не нашла артикула вообще его нет нигде поэтому коробочка у нас только идет полностью из переработанной древесины это все производится а двойной карандаш натуральный веганский продукт высшего качества созданный совместно со знаменитой компанией faber castell более 75 компонентов натурального происхождения созданы из экологичной возобновляемой сосновой древесины сделан он в бразилии колпачки из растительного материала на основе сахарного тростника но я думаю туда это важно совершенствующий цвет лица контуринг и консилер в одном продукте идеально распределяется написано легко смешивается содержит масло жажоба и витамин е кому нужен состав пожалуйста вот состав артикул 65 58 а тут 65 58 65 59 это состав вот этих двух оттенков сейчас мы смотрим именно 58 вот такая вот коробочка все больше просчитать давайте смотреть артикул 65 58 это бежево-кремовый и теплый песочный такие вот колпачки теплый песочный а это наверное бежево-кремовый и теплый песочный то есть это для светленьких они не блестят они абсолютно матовые цвет ржей и светлее чем у меня на камере ну что ж давайте смотреть смотрю по макияжу у девушки вот так принципе от видите мой оттеночек на что девушки вот так нанесено вот эти вот места что могу сказать он мне нравится вроде бы в поры не забивается пока что мы посмотрим что что получится так насчет 40 плюс или ближе к 40 мне 39 2 октября исполняется поэтому сюда и еще сказали вот сюда сюда ну вот как он тратится и на лоб сказали чтобы растушевать потом все на нос давайте будем наносить на нос так все вот все вот эти вот уголки губ сказали сделать вот в принципе и все надо точить уже начал поцарапывать очень мягкий очень приятный прям супер далее лоб пошел лоб лоб нарисован таким вот образом в каталоге ой 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 ну елки-палки вот таким образом и а торта получается где-то вот отсюда сюда на так значит нарисовали нарисовать что-то типа треугольничком так кстати цвет хорошо передается вот тут на этой камере цвет хорошо передается ну и конечно же я корректирую всегда подбородок вот она идет брылька ой 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 это было лишним да смывается хорошо брылька таким образом я всегда делаю так ну что здравствуйте в общем карандаш надо точить вот он видите весь если тут еще сколько-то осталось я скорее всего просто мало нанесла что тут прям плотный слой нарисован так нос 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 у меня много все вроде бы вроде бы все и сейчас мы с вами начнем тушевать светленькая потушу как мне не совсем удобно я буду тушевать зеркало так ну что ж тушуется как вы видите великолепно пока что мне нравится не совсем поняла чем он отличается от рассыпчатых если честно так свиньи обязательно к верху ну мы сейчас с вами поймем если перебор то ничего страшного в этом нет я так считаю мне как понравится пока что нравится ну я бы вот тут светленького добавил потому что я его слишком много нанесла то же самое в принципе что рассыпчатый только вот такой тушуется правда чистенько можно допустить какие-либо пятнышки нечаянно тут наверное надо было взять кисточку поменьше ну и так она получается довольно так и натуральный смотрится вблизи прям мне нравится нити морщинки особо не подчеркивает хотя я бы его все-таки пудрой под закрепила так еще не растушевали принципе все сделала все одной тушевкой получается удлинили с вами подбородок вот тут мне кажется лишнее нормально я бы еще сделала бы вот в этом месте осветление осветление потому что мне кажется что слишком низкая заехала лицо уехала мне не нравится как она уехала видите мы с вами нарисовали новые линии подубрала то есть вот так вот тут тоже самое бы растушевала да тут вот в районе волосков конечно темновато получилось так нормально ну что могу сказать он мне нравится прикольный прикольный тушуется легко и просто сейчас посмотрим как точится ну неплохой же вариант согласна мне кажется как-то нос больше стал мне не идет я не люблю вот когда нос такой большой становится ну в принципе нормально как вы пишите очень люблю нашу вот эту вот точилку вот где шов немножко застревает а так в принципе все хорошо точится но когда подточили одну сторону обязательно закрываем и вторую точим уже закрытую вот значит подточили в принципе вполне достаточно закрыли и смотрим вот она так открывается ну немножечко уже задели с вами сам карандашик но в следующий раз просто поменьше буду точить хорошая острая точилка классные удобные прям прям все хорошо все хорошо подточилась это у нас более темный я так понимаю идет 6559 ванильно-розовый и нейтрально-коричневый давайте вот тут ванильно-розовый нанесем действительно такой ванильный цвет очень хорошо цвет передается просто великолепно поэтому верьте камере и давайте вот с этим сравним более такой нейтральный коричневый а этот более рыжеватый и кстати вот он сейчас прям тон в тон практически передается это более такой холодненький можно сказать оттеночек но могу честно сказать вот этот мне подойдет больше они будут быстрее заканчиваться чем сыпучка это факт реально быстрее будут заканчиваться чем цепочка ну давайте попробуем так я сейчас просто протрось ватным диском с одной стороны вот убираю то что у меня тут ведь мой цвет более такой розовый нежели тут уберу вот это вот все и посмотрим с вами и потом разница вот так ну что ж ну что ж рисуем в принципе какая разница да так и вот так но этот куда лучше оттеночек немножечко сломала но он такой знаете мягковатый же по коже не больно то есть хорошо очень наносится складочка то есть пожалуйста черкаем рисуем сколько вам хочется вот он да видите заканчивается вот таким вот образом так ну что поехали растушевывать растушевывать будем сверять вот с этим теплым получается вот этот вот холодный ну да чувствуется оттеночек другой уже похолодней в принципе мне он тоже подходит мне тоже нравится так но этот конечно будет экономнее потому что этот для меня слишком темный слишком сильная растушевка мощные тоже как знаете как звезд на сцену можно разукрасить поэтому я сейчас немножечко подсотру чтобы вас не пугать ну вот розовый мне идет больше чем вот этот же желтинкой получается розовый это мое все таки мое и мне больше нравится розовый тут опять слишком много я заехала но я видите чтоб вам было удобно видно вот так вот губы задние так ну я особой разницы супер не увидела но вот тут я потеплее как будто я вот такая вся загорелая такая вся приемлемая а вот тут я уже как вы видите потемнее то есть тут такой мягкий контуринг лифтинг эффект мы с вами сделали вот идет уменьшили на а тут более такой темный более китающийся в глаза можно так выразиться тут еще потемнее хочется сделать ну неплохо ну неплохо и тот и другой вариант прям неплохо оба хорошо подходит нет претензий ни к одному и тушуется великолепно хорошо со света без света хорошо он смывается мицеллярной водицей давайте пробовать так мицеллярная вода 2819 тут про нее выйдет аннотация она крутая мне очень нравится особенно запах и действие ну вот в принципе ну на лице таких пор нет мы с вами это понимаем это только на руках такие пор ну в принципе смывает супер нареканий нет к продукту по поводу стойкости и отпечатывания это как обычная консистенция если вы вспотели у вас ничего не потечет она потечет под поверху но если вы чем-то заденете там лицом то вот видите еще задела зону контуринга вот она отпечаталась на руке таким вот образом с одежду морать будет также можно вы наносите такой сначала контуринг потом сухой контуринг и у вас получается что вы закрепляете таким образом почему бы нет коробочки суперские и вот единственное нарекание что нету артикул очень удобно без артикула работать вот на этих карандашах снимать обзоры по продукту говорить тот который темный тот который светлый артикул не знаю то есть неудобно будет работать далее куча помад вот такая вот куча помад что понравилось в помадах я это очень оценила особенно оценила колпачки цвет колпачков я могу знать какую я помаду беру не надо открывать кучу крыжек для меня это особо ценно первый оттеночек у нас сами идет 41 072 тоже ничего нет с каталогом ну почти совпадает давайте я вам ну вот так кстати передается очень хорошо как следующий оттеночек так 41 069 вот он такой вот розовенький не не совпадает с каталогом не удобно выбирать 41 069 далее 41 070 я не знаю мне не совпадает дальше самый темный 41 074 отлично отлично видите я тут немножечко наляпала потому что влепилась колпачок вот влепитесь не один карандаш не за страху так 41 073 вот такой вот цвет где-то объявление было что что-то напутано с артикулами поэтому может быть из-за этого на объявление на сайте висела тут тоже видите влепилась к сожалению вот он проем влепилась но не стала ничего делать так 41 068 41 068 ну очень сильно не совпадает скорее всего вот что-то там на сайте в объявлениях было я к сожалению не прочитав начала снимать обзор поэтому кому это важно пожалуйста почитайте я вас предупреждена далее то последний тон 41 071 скорее всего до 41 071 он кстати идеально совпадает вот такие вот оттеночки ну что же давайте начнем 41 071 что понравилось во всех карандаш как то что вы можете нанести немножко разнести и а так вот и оставить у вас может быть легкий такой приятный оттеночек ложится хорошо может быть такой вот прям насыщенный мужчин такой ведь насыщенный он очень мощный приятный матовый оттенок вот меня лично в белом он сейчас прям освежает прям вот для белого цвета для белой блузки очень подходит ну не целярка работает хорошо идеально не в принципе этот карандаш нравится вроде бы не проявляется так следующие 410 73 оттеночек тоже очень мягкий приятно но видите да как ложится отлично очень нравится цвет так 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 обожаю такие цвета такие оттенки это очень мне нравится этот цвет 41074 для меня конечно это очень темно это чересчур это прям темный такой оттенок если его легонько нанести очень красивый подтон прям шикарно а если целиком наносить абсолютно немой прям черный какой-то немой четыреста десять шестьдесят восемь или сорок один и шестьдесят восемь очень красивый четыреста десять семьдесят два мне очень нравится мне прям нравится ну вот в принципе его предел мне кажется он не очень идет вот такой вот симпатичный предпоследние четыреста десять шестьдесят девять тоже очень приятный такой холодный оттеночек и вот вот 410 070 ну или 410 70 так тоже довольно так и ничего 2 симпатичные ну вот этот мне нравится больше всех вот этот вот второй снизу темнова для меня использовать я его будут только в полсилы мне хочется его слегка подстереть он такой коричневатый давайте попробуем целярной водой с руки неплохо хорошо смывает не проявляется ни единое тенок бывает там у сессии помад что-то проявляется тут нет тут великолепно все хорошо в принципе я как-то к нему привыкла и он мне начал нравиться ну что ж перейдем к карандашкам карандашки тоже двухсторонние и на них тоже нету никаких познавательных знаков в виде артикула просто вот эти вот полосочки но вот эти полосочки для меня личного визота когда косметики много артикул 5862 матовый лиловый и глубокий виноградный так глубокий виноградный давайте тут и матовый лиловый давайте тут матовый лиловый митя слегка отломился но он мягкий он пигментированный классный но кожа на руке морщинистая все-таки так виноградный хорошо мне нравится ну такой темно-бордовый я бы сказала хороший оттенок карандаши я могу характеризовать как карандаши которые требуют теней в паре с тенями потому что так вроде бы все в порядке проходит минут 15 даже 20 ничего не меняется я сильно надавливаю не растирая просто видите надавливаю и он отпечатывается то же самое происходит и с века то есть вы наносите на себя карандаш как давайте попробуем не очень далеко не очень видно вот вы вроде бы как нанесли карандаш я люблю высветлять это место но его нужно чем-то закрепить вот нет никаких таких теней в априори у меня нет например чтобы вот было хорошо и далее вы наносите меж ресничку ну понятно мне сейчас ресницы накрашены а так по идее они отлично тушуются великолепно попробуем сделать как каталоге знатная такая толстенькая полосочка примерно где-то вот так очень красивый оттенок я его похвалю не визу не идет но так вот с ним ходить то что вот вы его нанесли не получится это потому что обычный карандаш он не супер мега стойкий он обычный карандаш он если вот схватили он просто отпечатается вот такая вот красота тут у девчонок да с тяжелым веком проблема будет подпечатывание сейчас вы сами увидите пока смотрим 2 пока будем смотреть 2 2 мне попался вот такой уже 58 64 перламутровый светло-серый и матовый мятный ну что ж посмотрим вот такой вот перламутровый мне кажется что он мятный и у него полы листочек и светло-серый матовый и перламутровый так мятный очень красивый оттеночек мятный очень красивый оттеночек мятный не нравится видите вот начал отпечатываться тут бледнеть а тут отпечатываться ну и примерно часов через пять будет все в перемешку если не закрепить тени это от тени карандаши от тени их на было так и называть и вот такой вот серый тоже очень красивый где тут перламутров что-то я не нахожу перламутров а ну тут есть очень еле заметные блестки они до такой степени еле заметные что вот их не очень наблюдаю но еще там посмотрим с вами я люблю растушевочку поэтому делаю так я взяла растушевала и тенями ну грубо говоря перекрыла ну тут подлиннее поострее тут меньше сделал все равно сейчас смывает но мне идет более длинная стрелочка так значит вот это мы с вами оставляем для эксперимента то есть тут можно еще докрасить это вот основание очень красивый светлый такой серый оттенок неплохо свежий такой взгляд получается мне нравится прям свежий тушится они тоже на и прекраснейший возьмем серый оттенок например из палетки вот из этой палетка ньют ван артикул 5739 вот так цель но тут потеплее конечно выбора особо нет набираем нити мне опять опять потеря потерь и закрепляю но он теплее же нет это не тот оттенок жалко то уже будет не то но я вот не нашла соответствие поэтому к сожалению только так у меня отпечатывает свете вот пошло линия поэтому я вижу что часа через три год проблемы очень неудобно зеркалит так ну и вниз нужно обязательно растушевать такой кучей красиво и вот этим карандашиком получается дорисуем как показаны в каталоге давайте то есть таким образом он тоже теней такого цвета к сожалению нет задела на кисточкой вот смотрите вот этот оттенок я закрепила неплохо а зеленый оттенок ну он идет мятный его не сильно заметно но он как-то вот вроде бы держится все хорошо а тут вот этот вот оттенок обратите внимание он начал вот тут исчезать и вот тут появляться вот чтобы этого не было вот более-менее нашла тени 57 42 вот прям более-менее 57 42 вот этот вот оттенок мне кажется что он будет более-менее похож вот видите по составу но он не очень-то похож но у меня нет выбора мне надо запечатать если я не запечатаю то получится не очень так дайте свет дайте свет вот так ну вот таким образом куда ни шло я сразу вижу результат результат сочетание в принципе неплохое но это уже как вы уже понимаете то не совсем то что нужно но давайте рядом сделаем у меня просто выбора нет я бы вам показала одно тоже вот отпечатывается но без этого хотя оттеночек видите немножечко все таки они разненькие но это я уже накалякала вы понимаете это некрасиво просто я вам вот так вот решила показать как отличаются и если эту стрелку запечатываете то она вот смотреться классно здорово также вот у этого серого оттеночка все таки есть перламутр который я сразу не разглядела под углом вот видите слегка виден но это я еле улавливаю или улавливает в принципе камера следующий оттеночек 5861 тут такой зеленый и вот такой сатиновый малахит и матовый коричневый давайте посмотрим сатиновый малахит ну вот он не вижу ничего сатинового не вижу да красивый зеленый и матовый коричневый если вот тут действительно что то есть какие то вот биски то вот тут как не делай нету этот как в каталоге я конечно красить не буду так значит матовый черный у нас с вами пойдет как ниже ресничка видите чтоб не было вот этого вот прям матовый черный ну пожалуйста ну будем тушевать поэтому я ровно не наношу и зеленый а коричневый вот вы знаете матовый черный и такой вот коричневый я не вижу что зеленый дает мне цвет ну сейчас попробуем потушевать растушевка очень хорошая у карандашей прям очень хороший мне не идут такие вот линии которые нарисованы в каталоге поэтому я решила зеленым подвести все века а потом растушевать вот так неплохо все их между собой перемешала получилось нормальный полноценный макияж но его тоже нужно закреплять я тоже так считаю его нужно тенями закреплять или тенями сейчас меня опять полка не забросает так далее идет 5860 матовый молочный такой вот иㅋ сатиновый коричневый матовый молочный и сатиновый коричневый ну вот тоже что тут сатинового так и не поняла вот матовый молочный красивый оттеночек сатиновый коричневый Вот похоже comprendre оттенки вот этот более холодный и этот более теплый у зеленого более теплый потом у этого более холодный но нам говорят основание сделай таки а тут подведи таким и говорят все растушевать это мы легко справимся ухты сломался слегка бывает то есть он в принципе довольно таки мягкий вот давайте тут попробуем мягко нежно рисует линию хорошо так кисточка кисточка кисточки у меня маленькие кончились будем тушевать большой маловато нанесли все в кисточку убежала на кисточку убегает потому что кисточка новая только постирана была отлично но тоже нужно будет закреплять тушуется ветер великолепно у меня прям слов нет мне очень нравится ровный получается такой цвет живую до кучи сказка но тоже хочется тенями закрепить потому что и если вы не закрепите она может но просто поехать куда-нибудь, понимаете, это как бы такое капризное. Особенно вот если взять, что у меня веки возрастные, когда вот так морщите, видно, что уже не свежий. Не свежий оттенок, можно убрать еще сколько захочется. Видите, он тут, в принципе, как сатиновый смотрится, а на глазу чистый мат. Никакого отблеска, ничего. Вот тут, видите, в принципе, есть немножко. Тут тоже надо тени сверху. Сделать-то я сделала, насколько же обычный карандаш продержится на тяжелом веке. Тяжелое веко это то, что нужно всегда все закреплять. У меня оно, к сожалению, тяжелое, и я не могу сказать, что я этим не довольна. Нет, я люблю себя. Что мне дано, то уже дано. Вот, просто нужно подстроиться. И то же самое сейчас с вами растушуем вот эту светленькую субстанцию с вами. Так, она куда-то у меня задевалась на фоне черненькой. Вот она. Ну, неплохо. Если бы я не лягнула лишний раз, было бы очень красиво. я все-таки за кем берем коричневый обычный вот этот наверное подойдет если не подойдет я не виновата и знака не они подошел и закрепляли тогда получается хорошо не нравится если где-то что-то осыпалось убираем если есть где-то какие-то неровности их тоже можно сравнять любой любыми светлыми тенюшечками подкрасить бровки сравнять и все будет свежо и хорошо тут лисичка тут более так тени нужны любом случае те не нужны я бы даже в уголочек добавила бы черного что мне не нравится но на первый раз нормально карандаш тушуется в принципе отлично единственное что надо закреплять его он не устоит так майте него не получится устоять карандаши я хвалю если честно я их очень хвалю потому что мнение очень нравится я с ними проходила вот это вот супер стойкость она великолепна я с ними очень много проходила и проходила весь день и к вечеру мне никаких нареканий не было карандашами но я их закрепляла тенями вот видите я тут не закрепила и все их уже вот в этом месте нет а где они как вы думаете они вот тут просто не видно их так сильно на камеру как живое так вот я закрепила я уже знаю что они никуда не денутся но такого зеленого оттенка у меня к сожалению нет я не могу сейчас себе позволить еще что-то если вот коричневый у меня есть более менее так это он с такой рыжинкой я бы сказала то я могу коричневый под закрепить к зеленым но где же карандаш карандаш то получается пропал это нет получается а это не есть год то есть должен же быть какой-то карандаш который изначально мы с вами наносили и последний оттенок 5863 классический черный то есть обычный матовый черный вот прям такой вот и перламутровый бронзовый вот бронзовый он действительно перламутровый давайте посмотрим он у меня уже кстати все я его мучила и черный черный вот просто угольный черный такой классический макияж вот тут перламутр так перламутр давайте попробуем тут поточить посмотрим а вот это ты не точится так вытряхнула все из точилки нет этот не точится вот только вот тут в этом месте большом разъеме большом разъеме его можно подточить ну хотя бы так и вот где шов он там во шве застревает сожалению могла подточить только вот так по-другому никак ну в принципе неплохо он очень мягкий хорошенький но большой точилка точится значит не буду ничего дополнительно покупать пусть кривовато вы нормально сейчас ушла водички попить в таком виде может говорит одноглазый джо конечно граво обрадовал он ведь лет тебе уже гритка любой привык я говорю ну понятно так ну что это значит мы наносим как там у нас как там у нас как там у нас значит сюда вот таких перламутровых теней в компании фаберлик явно вряд ли нет тут я вам серьезно говорю таких теней фаберлик такого одинка нет но так как нужно закреплять я не знаю примерно найти ну и подводка очень мягкий карандаш прямо очень черный прям особенно мягкий ну чтож мои дорогие с вами была кона ваня проект фаберлик онлайн до встречи с вами новых видео надеюсь все понравилось все сняла в наилучшем виде для вас кто-то смотрел так долго не до самого конца с вас три сердечка мягкий карандаш